сегодня второй день мы в пути 14 октября мы еще едем по новосибирской области но уже подъезжаем к омской области до омска примерно 168 километров ну до области уже немножко прям до челябинска примерно 1000 километров до куда наверное мы сегодня хотим доехать на улице примерно 4 градуса плюс 4 пасмурно и сыро это татарский район кстати дороги по новосибирской области все в хорошем состоянии были то есть начиная вот от начала на сибирской области до границы с омском дороги хорошего качества ну а пейзажи вот такие болоте самой болоте местности уже как мы проехали сам болоте а судя по всему еще впереди будут болоте местности тоже вчера много болот проезжали прямо по обочине много воды было по самому углу ну и конечно и не солнце нету заезжая на сибирской области мы солнце так и не видели вот если по алтайскому крае едешь даже в пасмурную погоду солнце проглядывает а если погода ясна то естественно там очень солнечно на сибирской области даже в ясную погоду солнце не видно вообще ну вот мы второй день на сибирской области солнце не ездят ну омская область я думаю будет то же самое ну вообще конечно сыр и вчера так немного капал дождь такой мелкий-мелкий противный ну видно по машинам до машину си чумазые такие кстати тоже отличительная черта на сибирской области наверно омской тоже будет это грязные машины в любое время года дождь это снег или это просто сухо тогда она будет пыльно грязная в алтайском крае в горном алтае даже во время дождя машины все равно чистые ставропольском крае тоже мы жили полгода даже в дождливую погоду машины все равно были чистые вот таких вот чумазых вот как впереди машины едет ну и мы такие же сейчас по лобовому стеклу заметно да такие машины только вот на сибирской области ну и наверно в ближайших районах тоже областей на полях стога чуки да обязательные атрибуты осенней поры по лобовому стеклу меняется так так Субтитры делал DimaTorzok Проехали город Омск и вот такая видимость Сначала была дымка не такая густая и плотная Как бы немного было А теперь Да, даже видимость впереди плохая Прям плотная такая Конкретная дымка Это что там такое? Кто знает, что здесь творится? В принципе, это еще Омская область Здесь что-то горит или что? Не знаю Ну мы прям как будто заезжаем В этот густой туман, в этот густой дым Да уж Ежики в тумане Насколько впереди уже ничего не видно Вот мы догоняем машину То есть мы ее только-только стали Различать ее силуэты По трассе заезжали в уют-парк Вот в этот Село Крутинка Тюменской области Там кафе Ну естественно туалеты Магазин Автотовары Ну продуктовый магазин большой Ну кое-какие сопутствующие товары там можно Большой хороший автокомплекс Там водички купить Размется Покушали там Ну еда так себе, конечно Ну образно говоря не еда Когда сильно хочешь кушать Когда сильно хочешь кушать Ты останавливаешься Берешь немного Едешь дальше Вот сейчас выезжаем опять на трассу Вот так с трассы это выглядит Ну на этот комплекс будут указатели Прям их много Потому что видите сколько машин здесь Народ на самом деле Очень много останавливается Туалеты кстати чистые Столовка более-менее чистая Но невкусная А кстати а вот Какой-то кафе Три семерки сразу же рядом И в этом кафе Намного больше Дальнобойщиков остановилось Может быть так вкуснее даже Так Нам ехать прямо, да? Не включать меня? Куртинка Большой населенный пункт Аж даже Стелла стоит на кольце С именем Куртинка Потому что мы заезжали в Омскую область Прям 146 километров Зажали в Омскую область В Томскую область Прям я Стелла такой не видела Ой В Тюменского, господи В Омской-Тюменской области По трассе прям такой Чтобы Стелла И такой заметный не было А тут крутинка И такая Стелла О, какой-то танк стоит Даже Какая-то достопримечательность местная Так На заправку Тюменского 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 Продолжение следует...